Сама нашла В июле приходит мне письмо от Министерства обороны, что они мне соболезную, что мой сын погиб. Я тебе даю 20 минут времени, чтобы ты мне перезвонил с достоверной информацией. А если он в плену? А если ему плохо? А если ему нужна медицинская помощь? Во мне разбудили ту спящую Иру, бесстрашную, прямую, которая на черной горючей, это черная, на белой, это белая. Правду искать, кто будет о нем, кто подумает, если не я. Я не могу просто молчать и закрывать глаза. Им придется признать иноагентами каждую мать, у которой ребенок, сын, брат, находятся там, за Леной. В мае этого года мы записали интервью с тремя женщинами, мамами российских срочников, каждый из которых незадолго до войны подписал контракт и в феврале 2022 года оказался соучастником военного вторжения в Украину. 24-го они зашли туда, вот, и 1-го числа он вышел на связь с чужого телефона, сказал, что все хорошо, у нас здесь все тихо, мы там сидим во враге где-то, вот. Ну, буквально прям три слова, три слова. Сказал, положи денег, у нас тут ровно. Вот, потом он, конечно, рассказывал то, что мы, говорит, даже не знали, что мы зашли в Украину, потому что мы перешли, и у нас, говорит, на телефоне, говорит, появилось то, что приветствует вас Украина. Они вообще не знали ничего. Как бы, что, вот они встали, пошли, куда пошли, чего пошли. Сыну Гульнары, она снималась с закрытым лицом, удалось разорвать контракт. Он больше не военный, не участвует в спецоперации и находится в безопасном месте. Меня одно удивляет то, что они взяли детей с многодетных, с таких вот малообеспеченных, с таких низших категорий детей. Сразу же в первый вот заход. Когда я была первый раз в части, я сказала, почему оставшение по плану пошло? Зачем вы пустили детей? Это же спецоперация, где ваши? Специалисты, Росгвардии, ОМОНы, там другие структуры, которые обучены. Зачем вы детей туда пустили? Ну, мы же не знали, что так будет. Мне говорят, ваш сын находится в плену на территории Украины. Я говорю, вы не путайте. Я говорю, он вчера был пропавшей без вести. Нет, ну, сведения такие, в плену. Я говорю, хорошо. Когда третий раз я позвонила, мне сказали, он пропавший без вести? Я говорю, вы определитесь уже. Он что, у вас день в плену, два бегает? Ирина и Татьяна за те семь с половиной месяцев, что мы не виделись, проехали десятки тысяч километров, пересмотрели сотни часов видео и опросили огромное количество людей в попытке узнать судьбу своих сыновей, а затем написали тонны писем и обращений в попытке изменить их статус. Но то, что поражает больше всего, это то, как они изменились внутренне, их отношение к войне и миру, к ситуации в Украине и России. Нам показалось важным зафиксировать эти перемены. Ир, мы с тобой виделись в мае, и по состоянию на ту нашу встречу, ты ничего не знала о своем сыне. Абсолютно. И ваша связь пропала в конце марта. Что сейчас изменилось, что ты знаешь? Ну, я его нашла. Ты нашла. Я его нашла сама. Сама нашла. Я прошла за эти семь с половиной месяцев, как он пропал. Проехала. Нас на машинах, с дальнобойщиками, на поездах, на самолетах. Двадцать пять тысяч километров. И было везде, и на Донбассе. Я увидела этот ужас. Я была в Мариуполе, в поселке в Мирном. Я была в Макиевке. Мы жили в Донецке. Там постоянно бомбили. Я уже понимала. Плюс, минус. Плюс это, когда летит в Донецк. Минус это, когда из Донецка туда. Ну, это ужас. Это ужас. Это ужас. Каждому человеку надо съездить туда и посмотреть, чтобы они поняли, что такое война, что такое разрушение, что такое гибель. Что такое покалеченные люди, без ног, дети на костылях или с оторванными пальцами. Пока человек это не увидит, не с бесового экрана, а вы живой, он не поймет. Таня, мы с тобой виделись в мае. На тот момент тебе говорили о том, что твой сын Вадим погиб. Но никаких его останков не было предъявлено. Тебе нечего было хоронить. И, соответственно, ты не была уверена в том, что он на самом деле. Я и сейчас не уверена. Я давала все инстанции обращения. И на тот момент не было никакого ответа. Все пошло с июня месяца. Мне позвонил прокурор и пригласил меня приехать. Прокурор чего? С 72-го гарнизона на Рафа-Минска. И пригласил меня приехать к нему. Я к нему приехала. Он сказал, что вы хотите. Я такая, ну, сына найти. Ну, со слов как бы сослуживца, он погиб. Хорошо, тело где? Где контракт сына? Я хочу этот контракт получить, копию контракта. Он такой, вы не имеете права. Я имею права, я мать. И при том всем, что потом, когда начала я искать Вадима, все ребята сказали, что ни у кого на руках не было контракта. Я говорю, почему вы нарушаете законы? И изначально они подписывали только рапорта. То есть как бы не сам контракт, а просто рапорт, что они изъявили желание вступить в силы вооруженные Российской Федерации. Он говорит, хорошо, я вам дам копию контракта. И говорит, два вопроса. Или вы подписываете о том, что он погибший, мы закрываем дело, и вы получаете компенсацию. Я говорю, не нужна ваша компенсация. Или вы подписываете, мы ставим ему статус о том, что он безусти отсутствующий. Я говорю, я подписываю о том, что он безусти отсутствующий, потому что тела нет, ДНК не совпало, ничего нет. И я не буду подписывать то, чего я еще не видела. Он говорит, хорошо, я подписываю, я иду в часть, беру копию контракта. На тот момент был в части командир, который сейчас, к сожалению, на ленте. Там уже не осталось никого, в Таманской дивизии их туда все уже перевели. Вот, и я поехала домой в июне месяце, в июле. Это было в июне, в июле приходит мне письмо от Министерства обороны, что они мне соболезнуют, что мой сын погиб. На этом вся история заканчивается. Просто письмо по электронной почте и ничего. С Донбасса я приехала, вернулась обратно в Карелию, пробыла два дня дома. А пока я ехала в поезде, штурдировала телеграмм. Смотрела и нашла мальчишку, похожего на Кирилла, погибшего. Я дома пробыла два дня. Вернулась в Москву, созвонилась с ребятами из Дагестана, которые искали своего родственника. Я говорю, ты поедешь со мной в Ростов, в Морг. Он говорит, дай мне подумать. Я говорю, я не могу тебе дать подумать, я уже завтра буду в Москве. Он говорит, все, приезжай. Я в 12 дня приехала, он меня встретил. И мы сразу же поехали в Ростов на его машине. Туда приехали еще два его племянника. И мы все вчетвером 10 августа пришли туда, в Морг. И я пришла с этой фотографией искать этого погибшего мальчишку, который похож на моего сына. Я там была шесть дней. В Ростове? Я там пересмотрела. Почти с апреля месяца всех погибших, кого привезли. Это неопознанных было больше 400 человек. И я нашла двоих из его взвода погибших, которые были там неопознанными. С марта? Они были с марта погибшие, привезли в Ростов в июне, 3 июня с обмена. Первого мы нашли, это Антона Жукова, сирота из Санкт-Петербурга. А второй, я думала, либо это мой сын, либо это Паша Суровицких. И они проверили второй раз по ДНК, запустили именно это тело. И он выпал Суровицким. Я, конечно, Сергею сразу позвонила, брат. Я говорю, едь в Ростов, но ты должен приехать сам, пока там тело. Потому что у нас уже были такие мысли, что могут увезти, захоронить, отдать кому-нибудь. Типа, это их. Мне многие говорят, возьми деньги, возьми, потому что у тебя вот девочки, одна из них больная. Дай бог, Вадим придет. Наверное, я долго с этим боролась. И когда меня прокурор вызвал, ей даже в военкомате мне сказали, и прокурор сказал, что возьми деньги, пока дает. Потому что в нашей стране может быть такое, что завтра уже давать не будут. И ничему не удивлена, что, возможно, все. Не знаю. Ты знаешь, мне тоже за эти деньги, когда говорят, я скажу обратно, вот в декабре мне 39 лет, я жила без этих миллионов. Я и дальше без них выжила. Не один день, скажем так, мы выживали, и мы выжили. И если бы я не хотела этих детей вырастить и сохранить, я могла бы просто при первой же возможности отдать их либо в детдом, либо отказаться, либо просто их оставить, избежать устраивать свою личную жизнь. Но я же этого не сделала. Там, где я, там, и они, не важно в каких условиях, но они всегда рядом. Но они не учли, что они все будут за деньги браться. То есть даже когда я была в военкомате, мне сказали, Таня, ты не представляешь, что сейчас происходит. Делешь, идет этих денег. Как бы биологические материалы и отцы, они вступают в законы, и они между собой эти деньги делят. То есть они не думают, что они потеряли своего сына, брата, мужа. Они просто делят секров с невесткой, несмотря на то, что есть дети. Биологический отец с бывшей женой, точно так же мать биологическая делят с папой и с мачехой. Просто суды на судах. У меня так же, что это, все мамы, значит, моим звонят и говорят, мол, ну, раз уже не нашли, там, шесть месяцев прошло, давайте ему получить деньги. А я уже с ними, как бы, общаюсь, вы даже не вздумайте, потому что вы сейчас возьмете деньги. А он в плину. Когда, а ты уже признан погибшим. Тебя нет в России, тебя нет. Ну да, по документам он погибший, искать никто не будет. Я задаю вопрос к прокурору, уже вот 70 месяцев прошло, я говорю, почему вы такое-то, такое-то предлагаете получить деньги? Я говорю, ведь нету известий, даже никто не видел, что погиб, никто не видел, как их брали в плен. То есть эта улица стадионная, четыре человека просто исчезли, их нигде нет. А я говорю, а мне, значит, ты предлагаете получить деньги? Почему вы мне не предлагаете? Он такой, я говорю, вам сейчас отвечу, вам, наверное, это не понравится. Но я вам так скажу, вам даже боятся предложить эти деньги. Потому что вы любого положите на лопатки. Это говорит мне прокурор. И мне то же самое, когда назад позвонил генерал, говорит, мне звонят с другого там региона, говорят, у тебя что-то в Петрозаводске такая мамка есть. Вы, говорит, они что-нибудь знаете? Говорят, о, это у нас, они даже разговорить боятся на ЗАГС-собрании. А Чистякова? Ну, это очень сложный вопрос. Я опять начала его искать среди живых. Я стала искать военнопленных, которые освобождались. Так как у меня были сделаны альбомы, три альбома по сто фотографий, я с этими альбомами ездила к этим военнопленным. А как ты их находила? Искала знакомых по интернету, искала похожие лица. Я, наверное, миллионы километров просмотрела пленок, сайтов, контакта, телеграмма, фейсбук. И вот всем, кому я отправляла, никто не видел этих ребят. Вот сто человек, да, которые у нас есть, никто их не видел. А вот последний случай, это был 17 октября. Мне звонят и говорят, ты видела обмен? Видела? Я говорю, нет, я только приехала со школы с дочкой. Говорю, срочно выходи в интернет. Я вышла в YouTube и увидела обмен. И корреспондент подходит и говорит, а вы откуда? И мужчина такой, из Карелии. Я все, это мой шанс. Это мой шанс. Найти его. А в фамилии ничего не говорили, ни имени, вообще ничего. Просто из Карелии. И мы вот с одной мамой из Кеми, с Татьяной Матвеевой. Она ищет своего сына. Мы с ней сделали видеоскрины. Я выставила у себя в соцсетях. Она у себя. И мы стали репостить, и люди стали репостить. И срочно ищу этого человека. И две недели мы искали. Я обратилась, помимо этого, еще в проекционный орган. К знакомым. Пообещали. Но никто его не нашел. Нашла его я сама. Фамилию, имя. А как ты нашла? Год рождения. На меня вышел молодой человек. И сказал, что я его знаю. Говорит, я тебе скажу улицу, дом. Это 140 километров от нашего города. И 30 октября я туда поехала. Его дома не было. Мы его нашли вообще в другом месте, в другой квартире. То есть мы его искали. То есть мне нужен мой сын. Поэтому я готова искать людей. И он не знал, кто я. Кого я ищу. Что я мать. Кого-то из этих ребят. Он когда вышел, я сначала не поверила, что это он. Он такой побритый уже, помытый. И я говорю, посмотри, пожалуйста, альбом. Он стал его смотреть. И первая фотография это была Кирилла. Там калаш, четыре фотографии. И одна фотография, где он лысый в машине сидит, дверь открывает. Это 27 января. Накануне своего дня рождения я к нему в части ездила. И мы его там снимали. Видео немножко, да, фоткались. И вот эта фотография. И он сразу в нее ткнул, говорит, он малой. У меня вот реально пол уходит из-под ног. Это вот это ощущение, что ты куда-то проваливаешься. И у меня вот просто вот здесь встало. И давай, давай, где ты видел? Где ты его видел? Он говорит, со мной сидел в подвале. В Киеве. Я, говорит, не знаю, как его зовут. Нам нельзя было там разговаривать. И чудо в том, что он еще оказался в части, где мой сын. То есть его там принимали в той части, перед тем, как отправить на Украину, с этой воинской части. И вот он, значит, опознал моего сына. Все там рассказал. Все нормально, живой, здоровый. Ни контуженный, ни раненый. Тяжело. Там тяжело. Ну, нормально, кормят. И потом, в середине альбома. А я ему намеренно показывала ребят, которые погибшие. Они там. А этого видел, а этого. Он говорит, нет. Просто если бы он, например, указал бы на одного из тех, кого он видел. Ну, я знаю сто процентов, что этих людей уже нет на этой земле. Конечно, я, по-моему, не поверила. И он листал, листал. И в середине альбома он увидел фотографию мальчишки казах. Из казаха по национальности. Ербол. Он говорит, о, тоже там. Я говорю, как там? Он говорит, ну, там 15 человек от 18 до 20 лет. Они больше полгода сидят. Мы вообще просто. Это из 100 человек 15 вот этих срочников. От 18 до 20 лет. Я не то, что была удивлена. Я была настолько поражена, почему они до сих пор там. Вот наши срочники. Почему там? Почему их до сих пор не обменяли? То есть наша сторона их не запрашивает. Они в пропавших бизнесе и все. Ну, я до сих пор не знаю вот этого процесса, как они это делают. Почему вот этого забрали взрослого мужчину, а ребят там оставили? Может, о нем знали, что он в плену? Его запрашивали по фамилии? Хотя брат мне, его родной брат, он мне сказал, что на него к сведению, что типа он погиб. Я звоню нашему комиссариату. в наш Раменский район. Я говорю, объясните мне, пожалуйста, по какой причине у вас каждый месяц меняется статус? Если в июне вы его признали в безвести отсутствующим, то в июле вы уже признаете его погибшим. На каких основаниях? Он сказал, придите сюда, к нам и здесь поговорим. Я прихожу, он говорит, что да, действительно, мы допросили. У нас есть письменные ответы этих ребят, которые были там. И я вам больше скажу, что на Вадима готовится орден мужества посмертно. Я говорю, о, как интересно. То есть уже орден готовится, но при том, что опять же нет документа, что он погиб действительно. Он говорит, с вами хочет поговорить прокурор Московский. Я пошла к этому прокурору. Я говорю, покажите мне дело Вадима. Там такое оно. Я посмотрела, оказывается, там уже 7 фамилий, а не 6. Я говорю, я могу взять копию этого дела? Нет. Я говорю, почему? Ну, это запрещено. Я говорю, ну, хоть главную страницу я могу взять, что действительно, что были эти люди. И действительно, вот эта ситуация была. Я нашла этих ребят, троих. Сама. Я при нем позвонила, и мы при нем поговорили с этими ребятами. И что они говорили? Ну, история немножко другая. Когда весной было о том, что прилетела первый раз ракета, прям попала в Вадима, и он сгорел, и все это видели, и они успели выскочить, то сейчас история такая, что они увидели вспышку первой ракеты. Аргунов дал приказ из машины, четверо эти выскочили. Аргунов хотел через боевую башню выскочить, и не успел, потому что прилетела вторая ракета, и, соответственно, Аргунов разорвало. А у Вадима не было шанса, не через какие люки, потому что те первые выскочили, а Аргунов как бы второй хотел. То есть немножко разница идет. Сказали, что когда пошел у них артобстрел, они выскочили, упали в РОУ, и они попали в огненный мешок, который длился 15 минут боя. Не прекращай. И как бы по их словам, что вы выжить шанса не было. Я говорю к этому прокурору Московскому, я говорю, работал следственный комитет? Нет. Я говорю, а как вы могли сделать заключение о том, что он действительно погиб, либо он там находился? Со слова это просто мало фактов, как для матери, подтверждающие то, что сын погиб. Он сказал, ну, бывают такие во времена военных действий, что кроме сословщих детей, никаких фактов нет. Потому что сгорел, и подступить нельзя было, потому что горящая машина, сзади шла колонна. Все, кто остались живы, их посадили, и, соответственно, не поехали в киевское направление. Мы пошли с Нарафаминским прокурором с 7-2 гарнизона, и она спросила судья у прокурора, почему Вадима не включили в список пленных. Он говорит, это не наша компетенция, это Министерство обороны. Наша компетенция либо опровергнуть, либо доказать погибшего. То есть мы не включаем в список пленных. Она говорит, ну, я вижу по документам, что ДНК нету, тела нету, то есть на каких основаниях вы хотите? Только со слов, как бы сослужился? Он говорит, да. И она нас завернула, сказала, что надо дать запросы во все реестры, доказать, что у Вадима нету отца, что у Вадима нету имущества, что у Вадима нету жены. Я говорю, а зачем? Это как-то либо его воскреснет, либо вернет, либо подтвердит гибель. И зачем вот эти вот запросы? Мы не за этим пришли. Второй раз, когда мы пришли, был дождь, холодно, здание было заминировано ложным звонком. Мы просоли два часа, и, соответственно, мы ушли ни с чем. Что тем временем происходит с военными, с Министерством обороны? По прошлому нашему разговору они один день говорили тебе, что Кирилл погиб, другой день говорили, что он пропавший без вести. Во-первых, с начала мобилизации Миноборона и все структуры ликвидировали все номера. То есть, вообще все, по тем номерам, по которым мы раньше звонили, по ним позвонить ты не можешь. Когда набираешь, говорят, номер ликвидирован. Они, значит, сделали один горячий номер, 122. Я две недели не могла дозвониться по 122. Я скрины делала. 58 минут на дозвон. И никто не взял трубку. Я позвонила Ербола маме. Они дозвонились. Им сказали, нет, в списках пропавших без вести. Ербол. Хотя у меня уже от 7 ноября выписка из приказа, что мой сын военнопленный. Это ты добилась, чтобы его стали называть военнопленным? Да. Я добилась сама. Человек, который его видел в плену. Мало того, что он опознал его, он написал заявление мне. Ну, он сам не мог писать. У него такие пальцы были. Отек, ну, такие прям. Он когда ручку взял, он сказал, нет, я еще пока не смогу. Я говорю, что у тебя с руками? Он говорит, да, неважно. Он говорит, ты, ну, пиши разборчиво, крупно, а я подпишу. Вот я его под диктовку, что он мне диктовал, когда, где он в плен попал. Вот я все это заявление написала с его слов. Я его сфотографировала с этим заявлением. Потом документ он мне свой дал, когда мы уже пошли телефон покупать ему для связи и всем карту. У него удостоверение. Вот я сфотографировала удостоверение. Это как доказательство, что это этот человек. Потому что в нашей бюрократии нужно им полностью доказательство. Я поняла за эти семь с половиной месяцев поиска мой сын нужен только мне. Он больше никому не нужен. Он нужен мне и сестре своей. Все. Кому он нужен? Путину? Или Шейгу? Или кому? Они свою задачу выполнили, эти командиры и все. Они набрали наших детей. Но в отношении этих ребят этой категории нарушен закон. Этот закон нарушен здесь, в Российской Федерации. мой сын не должен был там оказаться. Ни под каким предлогом. Вообще ни под каким. Это убийство наших детей. Отправив туда, их отправили просто на реальную погибель. был момент, когда ты сомневалась, в том, жив он или нет? Я и сейчас сомневаюсь. У меня пустота внутри, я не могу сказать. Вот многие говорят, что мама чувствует сына. Я не скажу, что он мертвый, потому что я не чувствую это. Я не скажу, что он живой, потому что какая-то связь оборвалась. Снится? Снится, часто снится. Просится домой. Вначале он снился, что он такой грязный, истощенный и вот в военной форме. Потом летом он снится, мам, я хочу домой. И вот недавно уже, когда девочки стали ходить в школу, не просыпаются, и я так в полумраке как бы еще. То ли спала, то ли не спала. Думаю, надо сейчас вставать на работу. И вот вижу как бы визуально он заходит в комнату так чуть-чуть так по качеству и улыбается. Мам, привет. То есть так настолько ясно было, что все-таки где-то я уверен, что он есть. Потому что я не вижу его как мертвого, но я понимаю, что ему плохо. И почему теряется связь у меня с ним, скорее всего, я подозреваю, что у него проблема с памятью. Мое мнение. Потому что многие мамы, с которыми я вот общаюсь, которые дети погибли, у них другие сны, у них другие чувства, у них другая информация. А у меня такого нет. У меня что вот-вот он зашел, что он есть. И как по привычке мамуль, кинь денежек, я хочу поесть. То есть как бы вот это присутствует. Мамуль, кинь. Это есть. Как тебе удалось добиться того, чтобы Кирилла признали военнопленным? Ой, это тоже такая история. Ну, я, во-первых, обложила все со всех сторон. И я всю эту информацию отправила в Красный Крест, ФСБ, в комиссариат, в прокуратуру, в воинскую часть. И каждого лбами друг с другом сталкивала. Этому звоню, говорю, позвоните в часть. Там комиссару звоню, позвоните, ФСБ там ФСБ там позвоню, звоните в часть. Прокуратуру позвоню, звоните ФСБ. И я вот так неделю боролась, боролась неделю ровно с 31 октября, когда у меня все документально было зафиксировано. И 7 ноября они уже сделали приказ, выписку из приказа. И 10-го я ее получила в ноябре. У меня истерика была. Это то, чего я добивалась эти 7 с половиной месяца. Не просто бумагу, а доказать, что он жив, и вы обязаны его сейчас найти и вернуть. Я доказала, сама нашла, сама доказала. То есть я сделала всю работу за Министерство обороны, за наших разведчиков. Что должно произойти, чтобы ты поверила, что его нет на свете? Чтобы воспринять эту информацию, ну, наверное, я бы увидела своими глазами. Принять очевидное за факт. А если вот то, что они тебе рассказывают про этот снаряд, правда? Таких ситуаций много, историй много, и они все идентичны. Кого-то находят, кого-то не находят. У нас есть Наташа в чате, мы с ней тоже познакомились изначально. А вот я уже с прокурором разговаривала. Вот объясните мне этот факт. Ей тоже объяснили, что ее как бы жених сгорел в танке. Как бы моя ситуация. И она с нами везде участвовала, везде писала, везде в обращениях было. И в августе месяце позвонили, сказали, что ваша ДНК подтвердилась. ДНК подтвердилась прошло полгода. И они нашли его цепочку, его обгоревший жетон. Но как сказала Наташа, со слов Наташа, это не Сергей. Цвет волос не совпадает. У него светло-русы, а это темно-русы. И длина. То есть челка, она говорит, достает до носа. Она говорит, Тань, как может и за полгода так волос отрасти? И она столкнулась с тем, что она три раза делала независимую экспертизу, чтобы опровергнуть это ДНК. Но она говорит, что там работает прокуратура. И когда мы собирались делать такой манифест, собраться с матерями и пойти в Госдуму с нашими вот этими обращениями, и вот она говорит, я не пойду, но если ты пойдешь, я никому не доверяю, я тебе доверяю, Яскину документы, что ей в Ростове предлагали 50 тысяч за то, что она даст согласие на подтверждение ДНК. И она говорит, у меня есть вся вот эта переписка и документы, и она говорит, я отказалась. Она говорит, вот пойдешь, я только тебе доверяю, эти документы я тебе отдам. Знак подтверждения то, что сейчас происходит. за эти семь с половиной месяцев изменилось твое представление о том, зачем вообще нужна была эта война? Да, конечно. Когда мы с тобой познакомились, ты была таким большим в общем патриотом. Ну, я патриот своей страны и останусь. Если ко мне в дверь зайдет человек, который хочет причинить вред мне и моей дочери, я его убью. и у меня не дрогнет рука. Как могут себя ощущать те люди? В смысле украинцы? Да. Поэтому много непоняток. Им придется признать иноагентами каждую мать, у которой ребенок, сын, брат, муж находятся там за лентой. И если суждено нам защищаться, мы должны защищаться здесь, на своей стране, на своей родине. Если суждено погибнуть, то только здесь, на своей земле. Ну, не лежать где-то в чужой земле. Все это время ты сталкивалась с украинцами? Да, мне пишут, звонят. Кто-то с той стороны тебе помогал искать сына? Помогал. Это харковчанин, это местный житель. У меня с ним сначала ругань была, когда он первый раз мне писал, звонил, обвинял моего сына. И мне потребовалось какое-то время, чтобы ему объяснить, а мы тут при чем? когда мы попали в эту политическую нас затянули. Помимо нашей воли нас затянули в эти политические игры. Украинские мамы каким-то образом выходили с вами на связь? Ведь там тоже есть мамы, у которых пропали дети. Да, есть такие. У нас даже есть фотографии некоторых ребят, которых они ищут. Вы им помогаете их искать? Да, они есть у меня в альбоме. Три человека есть. Когда я сейчас общаюсь с ребятами и даже буквально за пару дней один мальчик рассказывал, как его очень сильно избили на вопрос, зачем оно вам надо, зачем вы туда лезете, его избили до полусознания. Кто? Ну, лейтенантка. Не помню, кого он там называл, но он взял с меня обещание, чтобы я никому не рассказывала, кто он. То есть свои же получили? Да, свои же. Свои на задаваемые вопросы их просто избивают за это. И также мне было сказано, что после окончания спецопераций ребята будут все рассказывать, кто что знал, кто что видел, то есть вся правда будет всплывать. То есть если сейчас матери не молчат, стоят на защиту своих детей, своего будущего, как бы объединяются, то после этого всего будут вставать все. и это все будет выходить наружу. Но ведь не все мамы говорят. Не все. И даже сейчас, когда дают заявку в мою группу, я спрашиваю, с какой целью вы хотите попасть в группу, потому что были у нас такие нехорошие, скажем, люди, которые нас с Ирой взяли наше голосовое, взяли наши скрины из чата, сделали, и такой есть Корнаухов на прямом эфире вместе с Соловьем Лайф нас выставили СБ Украины. То есть так на миллионную публику нас было опозорено, выставлено, что мы враги народа, что мы какой-то бунт собираем, что мы делаем все то, что может навредить спецоперации. Было и такое. Когда я не буду отвечать? А ты когда успеваешь отвечать? Или тебе столько не вижу? Я на работе, под камерой, сколько уже получила таких замечаний. Неспешний ходит туда-сюда, а я в телефоне. Он такой, добрый день, я такой, добрый день, работаем, работаем в двух направлениях. Ты искала Вадима ногами? Нет, я не ехала, но я начала заниматься гуманитарной помощью. Мне стало жалко этих детей, там очень много сирот. Среди срочников, которые там оказались? и контрактников. И когда мы начали возить эту помощь, даже были чисто случайно, когда мы привозили по частям, у меня два условия, когда я начала ездить, это я лично отвожу сама, даю лично в руки ребятам, только солдатам. Что значит только солдатам? Я не передаю командование, я не передаю каким-то командирам, я могла бы просто собрать от людей помощь и отвезти в любую часть, я этого не делаю. Это речь идет о срочниках-контрактниках или о мобилизованных добровольствах? это речь идет именно о срочниках-контрактниках, потому что эти дети, они обманным путем оказались в этой ситуации. Точно так же, как и мой сын, я нашла даже полковника, есть информация о нем, который вот, он вначале отправил детей, неподготовленных детей на передовую. А если бы они были подготовлены? Ну, тут опять можно поспорить, что защищать от кого? На нас-то никто не нападал. Теперь это ясно. На эту территорию никто не нападал. От кого защищать? И когда говорят, что там слава героям, герой, ну, как одна мама сказала, мой сын герой, и я этим горжусь, я ей задаю встречный вопрос, что в твоем понимании героизм? Ты называешь сына героем, когда твой сын поехал на чужую территорию, убивать таких же ребят, как твой сын? В этом заключается героизм. И когда дали тебе посмертный орден, ты чем гордишься? Ты лишилась сына, зато ты поимела кусок железяки, металла. Ну, у некоторых такое, наверное, понимание. У меня понимание другое, абсолютно. Что я вырастила детей сама, без чьей-либо помощи, и я не лез ни на какие территории. То, что я здесь оказалась, это другая ситуация. жизненно, как сердце матери, объяснению я не могу дать. Ты стала больше понимать про политику? Я недопоняла, я не поняла, в чем делешь и за что гибнут дети. это идет истребление нации, никак по-другому я не могу это объяснить. Те, которые идут добровольцами либо мобилизованы, я не понимаю, за что они идут. Ради чего они идут? Ради денег, ради орденов, ради слабой памяти, ради этих чужих территорий воевать. Я не знаю, ради чего. Я скажу так, чем больше я нахожусь в этом, тем больше я узнаю о страшных вещах. Когда ты находишься, ты варишься в этом 24 часа, в сутки, можно сказать, телефон не выпускаешь и на работе без выходных, и в ванной, и на кухне, везде ты с этим телефоном пытаешься поговорить, пытаешься узнать какую-то информацию, помочь другим, тем страшнее становится, что будет дальше и для чего это все нужно было, кому это нужно было. То есть люди погибают, а за что они не знают. Тем ребятам, которые начали воевать, им говорили, что мы должны защищать, потому что, как Владимир Владимирович сказал, если драка неизбежна, бей первый. То есть как бы позиция России в этом. А сейчас я понимаю, и многие ребята понимают, что этого можно было и избежать мирным путем. просто сесть за стол переговоров и как-то... Ну, мы в 21 веке живем. Чтобы не драться на виллах, на граблях и тысячи, тысячи ребят погибших. Когда им в лицо говорят, что вы никому не нужны, вы просто пушечное мясо, идите как отвлекающий маневр, чтобы понять, где кто и как дальше двигаться, то это... я не знаю, как это объяснить. Тому же самому детдомовскому или тому же парню, который инвалид, либо сирота, ему такое в лицо говорят, когда при жизни он не успел родиться, от него мать отказалась. Ладно, матерь, сами их детей вырастили, сами воспитали, кормили. У тебя все время думаешь, как дальше быть, как дальше выжить, какое дать будущее своему ребенку перспективу своему ребенку, а у этих детей у них ничего нет, а что у них в голове? А у них первый вопрос назревает, а зачем мне это надо? Что я от этого поимею? Богаче станет богаче, а беднее беднее станет? У них такое рассуждение идет. Даже были такие случаи, когда мы привезли в две части и из леса выходят ребята. Мы подошли к ним и спросили, кто вы, что вы, откуда. И говорят, мы вот начали на своих начала таких основаниях помощи помогать, потому что мы знаем, что до вас не доходит ни с первых уст, это уже было сказано. И он сказал этот, не буду говорить кто, он сказал, что да. Они просто просили яблок. Я уже не говорю, что у них обмундирование или то, что положено у них. Они просто хотели обыкновенных яблок. Что вы везли им? Все, все, что люди помогали. Подушки, одеяло, сапоги. Я нашла поставщика, который теплые зимние пенки покупала за 750 рублей. А рыночная цена полторы, две с половиной. Продукты. Полностью все тушенки. Носки на садоводи я брала за 240 пар за раз я брала. Термобелье до того момента, когда пошла мобилизация, было оно по 300 рублей, потом по полторы тысячи. Эта мобилизация она дала всем наживиться. Рыночным я имею в виду, которые поподнимали цены и ставили народ. Как ты думаешь, почему голос мам в России не слышен в полную громкость, а те мамы, которые были на приеме у Путина недавно, они в общем смирялись с гибелью своих детей и поддерживали действия президента? Ну, там уже доказано, что там были мамы все с единой России. В Единой России тоже она мать? Ну, она мать, но там я не слышала от тех матерей, что у них дети на СВО. А вот эту, которую Пшеничкину показали, у нее сын вообще в 19-м году погиб, как она имеет отношение к СВО? Да, я скорблю, мне жалко ее сына, что он там погиб. Еще с какими словами, что она сказала за столом, да? Пойдем рубить. Господи, помилуй. За этим столом должны были быть мы. К вам обращались? Мамы России. К нам не обращались, но мне 25-го ноября прислали скрин, где у Пескова задали вопрос, буду ли я на этом круглом столе, будет ли Ирина Чистякова. и он там написал, что я надеюсь, что Ирина Чистякова будет с этим круглым столом. Как-то они должны были это согласовать и пригласить меня или Татьяну, например, колодей, или Анастасию, маму Кемала Бастанова, который там погиб, или Ангелину, маму, маму Андрея. Все ребята, которые погибли в Малой Рогане. То есть ты теперь про тот бой знаешь вообще все? Да, я провела свое такое расследование. Ну, начнем с того, что командование отошло оттуда раньше. Когда мне сын звонил, там уже не было никого. То есть они были там оставлены. Я надеюсь, я надеюсь. Я очень желаю того, чтобы это скорее все закончилось. Перекратить вот это вот все. Я надеюсь, это скоро прекратится. Для этого нужно, чтобы мамы, все мамы России одумались. и все жены. Нам нужны мужчины здесь, в наших домах, чтобы они могли нас здесь защищать от бюрократии, от этого правительства. ну и как Симонян там орет на нас нападут НАТО, ну и от НАТО, естественно, здесь нас должны защищать. Вот когда у матери погибает единственный сын, она теряет смысл жизни. Я столько слез материнских за эти восемь месяцев увидела, услышала. я не знаю, почему мне Господь дал эту миссию, а это вот какой-то такой особенный крест, очень тяжелый, но который надо нести. Да, во мне разбудили ту спящую Иру, которая во мне всегда была вот та бесстрашная, прямая, которая на черной горючей, это черная, на белой, это белая. Тебе не страшно? Не знаю, я не чувствую. Я когда слышала и чувствовала, когда летят снаряды, когда они разрываются, наверное, уже не страшно становится. Тебя приглашали на встречу с Путиным? Мы, в принципе, как бы просились, Ирина Чистякова, Ольга Цукана, мы давали свое видеообращение, мы просились на эту встречу, чтобы прийти, поговорить, просто задать вопрос, где наши ребята, почему их не меняют, почему не включают список пленных, где они вообще, а их тысячи много, которые те в начале, они пропали. И нас не позвали, даже вообще, мне кажется, там нам некая не было в нашу сторону, но, по-видимому, мы недостойны, чтобы с нами общаться, по-видимому, мы слишком много вопросов задаем, по-видимому, ну, то, что будет неприятно, наверное, услышать, поэтому нас, наверное, и не приглашали. И я вот недавно сделала обращение ко Дню Матери, обращение к нашему Владимиру Владимировичу по поводу, почему наших детей февральских, мартовских, их нигде не видно. А их-то много, и есть информация, что в Киевском СИЗО есть, они во Львове, в Запорожье, там много наших пленных, ребят, но почему-то о них никто не говорит. Их никто не меняет и в списке не включает. Просто вот они исчезли. Некоторые включили как бы в безвести отсутствующих, а некоторые включили в безвести пропавших. То есть как бы две... А чем это отличается? Я не знаю, суть одна, но я не знаю, чем отличается отсутствующий от пропавшего. Чем они аргументируются, я тоже не понимаю. То есть это вопрос стоит у всех как бы мамочек. А в какой момент получилось, что мамы солдат из поддержки государственной стали его угрозой. Государство у вас такое ощущение, что боится. С того момента, как пошла мобилизация, и я даже давала свое такое видеообращение, почему вы молчали, когда вот полгода все это было. Забирали срочников, забирали контрактников, когда мы везде писали, обращались, все сидели и молчали. Они сейчас молчат, но когда коснулась мобилизация, тут уже немножко такое движение пошло. Но опять же, наверное, одна из пяти будет говорить, а четыре будут молчать. И то не факт. Был хотя бы один момент за эти восемь месяцев, в который ты сомневалась в том, что Кирилл жив. Были периоды у меня. Я просидела, я вам скажу, в телеграме около пятидесяти часов. У меня уже начинало фразу, помню, сын сказал, да, не обращай внимания, у него просто фляга свистит. И я вот сейчас прям вот смотрю на фотографию Кирилла, твоей матери свистит фляга. я там все сайты у них перелопатила, с марта месяца всех. И на четырех площадках, вот там в телеграме, я нашла его и без фотографий, просто тело погибшего, до пакета, потом в пакете в белом, там, рядом с носилками, и потом на двух я нашла, где он с документами. Это был Данил Капустов 2000 года. Потом я нашла его в интернете, что его хоронили, там, митинг устраивали по его гибели. Данила этого? Данила, да, да. То есть колоссальная работа, титанический труд, который оценится только Богом и никем больше. Вы же приехали с Украины, в каком году вы получили российское гражданство? Я в 19-м, дети в 20-м. Вадим получил в июле месяце, в декабре его забрали в армию. Буквально три месяца. Сколько раз ты уже думала о том, что, может быть, не надо было получать? Получать гражданство? Разницы я не увидела. Мне надо было просто спасать детей, мне надо было просто с ними дальше выживать. Ангелина после Вадима, который болеет, ей сейчас 18 лет. У меня нет такого, что я могу прикрепиться где-то в одном месте и выживать там. Я искала лучше для детей. То есть там не было у меня ни жилья, не было ничего. Здесь у меня появилась возможность как-то дальше выживать с детьми. Наверное, поэтому я нашла перспективу здесь. и когда я задавала вопрос, что если бы я не приехала сюда, жил бы, был бы Вадим, или была бы ситуация, что я потеряла кого-то из них одного. И тут мне пришел такой ответ, что в том доме, где мы жили, в Николаевской области, где мы жили, того дома нету вообще. И, возможно, я бы всех их там потеряла, и включая даже и себя. твои родственники в Украине. Какие сейчас между вами отношения? Никак. Я враг народа для одноклассников, для родственников, для всех, кто меня знал. Потому что твой сын солдат... Потому что мой сын пошел их убивать. Это по их словам. И когда задавал встречный вопрос, я ему давала это оружие в руки? Кто-то его спрашивал, кто-то меня спрашивал. Сейчас, когда идут, они знают, на что идут. А те, которые в начале спецоперации, кто их спрашивал? Когда просто ночью посадили в Урал и вывезли, кто их спрашивал, или вообще хотят ли они этой войны? Их же никто об этом не спрашивал. И мне горько и неприятно, когда делают виноватым меня и Вадим о том, что он поехал туда. И если бы мне Вадим сказал, как есть мамы, которые сказали, что они знали, что они поехали туда, и на мой вопрос, что как бы ты знала, и ты ничего не сделала, ты ничего не предпринимала. Но мы же не знали, что это так будет и настолько. Мы думали, что это будет как Крым. За 72 часа все поаплодировали и все же закончилось мирным путем. Если бы мне Вадим хоть словом, хоть намеком сказал, что это будет война и что они туда едут, его бы не было уже на следующий день в этой части. По документам, да, он уже как бы отслужил, и этот контракт можно было разорвать в любой момент. Просто рапорт пишешь и разрываешь. А ты видела в итоге этот контракт? Да, он у меня есть на руках. Тебе отдали? Да. Да, я добилась. А я еще сказала прокурору, я говорю, насколько мне известно, я говорю, в вашем контракте есть такой пункт, что в случае войны, а в данный момент спецоперации, вы обязаны вернуть тело на родину. Живого или мертвого, вы обязаны. То есть как бы уже нарушение идет этого контракта, закона. и не соблюдение этих законов и правил, которые они же и устанавливают, не мы, а они. Я думаю, что надо, наверное, начинать изнутри соблюдение закона, а потом как бы уже заводить уголовные дела на матерей, которые как бы дискредитируют спецоперацию. закройте вы ротом 10, 20, 50, 100, но тысячи вы рты не закроете. И я думаю, что это будет набирать просто больше оборотов. И вот это уже нельзя остановить, уже все. Есть несколько категорий людей, которые оказываются на войне. Это срочники, контрактники, добровольцы и мобилизованные. Вот ваши дети, относятся к первым двум. Это самое вообще просто... У них не было выбора, идти или не идти. Им либо, да, им надо было выполнить приказ, а потом мы будем добиваться, что этот приказ был преступным. Те, кто позже пришел, добровольцы и мобилизованные, их родители, каким-то образом жены, связывались с тобой. Ты понимаешь вообще, что происходит в этих семьях? Это, наверное, мы с вами не ответим на этот вопрос. Почему они туда идут? Не знаю. Ну, реально, в России люди настолько обнищали, что они готовы любым способом заработать деньги. Никто и не знает, что дальше ждать. каждое ждет своего родного домой, близкого человека. У кого еще не ушли, они думают одно, а у которых уже там, они сейчас меняют свою точку зрения. И мы это видим, вот это настроение, там, при общении, там, в чатах, по звонкам, что, ну, вот они так говорят, я там думала, действительно, оказывается, все это не так, все не то. И зачем, и почему, и... Когда я начала об этом говорить, я, Татьяна, Гульнара, которая, слава Богу, все получилось, она отвоевала своего сына, сколько они судов прошли, вот это... Господи, ну, слава Богу, она его выиграла, и сыну... Ему помолчим об этом тихом счастье. И вот эти все мамы, жены, и нас никто не слышал, нас никто не видел, наших слез, они писали мне в личку, что ты ноешь, что ты ходишь, твой сын воин, твой сын, там, ты родила его мужчиной, он же у тебя кодетский закончил, он должен защищать свою родину. Я таким тупорылым даже не отвечаю. Проходит время, ни много, ни мало, полгода, и вдруг она мне в чате попадается, то есть просится, чтобы ее добавить, я ее нашла у себя в черном списке, скопировала ей сообщение и отправила. Я ей написала внизу, помнишь, когда мне нужна была помощь, а мне просто нужно было поддержать по-матерински, по-сестрински, там, не знаю, по-православному, просто хотя бы добрым словом. «А теперь ты мне воешь, что твой сын, срочник, его забрали и отправили на Белгородскую границу. Ну, что я могу сказать? Вой теперь, потому что, если бы ты меня услышала полгода назад, твой бы сын точно не был и не рыл там окопы, пока в дверь вот так тук-тук-тук. Я беда, я пришла, открывай ворота. Не постучится, люди не понимают менталитет русского человека. Когда беда в дом зашла, все, открой ворота. У вас эта организация называется «Мама России»? Содружество, чат, что это вообще такое? Это просто «Мама» никак мы не называемся, никак мы не зарегистрированы, мы просто вот общаемся, но с вами тут по-другому, а с ними вот так, но по-другому тоже. Так а сколько у вас мам таких? Ой. Я скажу, что я вышла из трех чатов, все в сборе, это две двести человек, я с них вышла. И мы остались в своих чатах, мы изначально с Татьяной создали, это еще с апреля. Вот эти мы держим чаты, и сейчас организовали такую беседу, где там уже четыреста человек, и туда тоже приходят мамы, которых мы забираем в свои чаты. Там несколько администраторов, и я там девочек уже поставила, у которых уже погибли мужья, брат у одной, другой пропал, еще у одной то ли погибшей, то ли еще живой. И все, я говорю, девочки, сразу предупредила, я тут не могу постоянно, потому что у меня очень много надо делать дел, которые я делаю, и сидеть без конца в этих чатах я не могу. А писем приходят сотни, вообще иногда до четырех утра в телефоне отвечаю, с одиннадцати вечера до четырех утра на каждое ответить. Я утром, когда глаза открыла, поднимаю и такая хорошо, не выключила, то есть там я не дописала ей сообщения даже. То есть вот так вот уснулась. Кто сейчас может помочь тебе его вернуть? Путин. Путин? Ну он же кума своего поменял, Медведчука. на Азовцев. Вот пусть еще отдаст за моего сына. И не только моего сына, он должен вытянуть оттуда всех. Начнем с срочников, всех срочников. Ербола, Айменова, Яшу, который с февраля двадцать седьмого там сидит, Яков, Ярошов и Воронин вроде бы, Леша. Их Азовцы снимали, видео есть. А вдруг в воинской части он неугоден стал, и он там без вести пропавший. То есть человек в плену. А он без вести пропавший по документу. И сейчас его активно ищет мама Наталья и дядя Владимир. Владимир очень активно его ищет, он просто везде, он везде пишет, везде там звонит, ругается. А мы не можем не ругаться, они нас не слышат. И вот меня спросили, как вот по Кириллу. Я звоню несколько дней назад Министерство обороны, я же знаю, что он уже военнопленный, меня уверили, генерал уверил, что он в списках военнопленных, я Москальковой написала. Меня в части уверили, меня в прокуратуре Нижегородской области, уверили, все, он в списках, все, военнопленный, звоню в Министерство обороны, я все-таки дозваниваюсь до них. И они мне говорят, ваш сын Кирилл Алексеевич частиков в списках пропавших без вести. И я вот стояла около меня, там пуфик такой у окна, я вот на него просто, вот все, у меня подкосились ноги, я на него просто упала. Я включаю громкую связь, и я ему просто заорала, я тебе даю 20 минут времени, чтобы ты мне перезвонил с достоверной информацией, потому что если ты мне сейчас не перезвонишь, товарищ офицер, я завтра буду у вас в Министерстве обороны, я найду ваш колл-центр, с которого вы даете эти сведения. И он мне перезвонил через 20 минут, извинился, и сказал, что-то, простите, простите, Ирина Петровна, я вас прекрасно понимаю, все, Кирилл в списках военнопленных, и он автоматически попал в списки на обмен. Я говорю, уже было 4 обмена, или он только сегодня попал в списки на обмен, то есть с этим еще надо разбираться, как у них проходит это. И вдруг мне пишет женщина, зовут ее Ирина, как меня, и говорит, у меня брат пришел с плена, вернулся, и я, говорит, на ваше интервью там наткнулась, и я просила его посмотреть. И он говорит, блин, пацан этот со мной вместе был, то ли Шестаков фамилия, то ли Чистяков, но Кирилл точно имя. То есть о чем говорит, что Кирилла из подвала перевели. то, что у него появилось имя, о нем, видимо, запросила Российская Федерация, его уже перевели под именем, потому что там сидят, до меня уже дошло, там в подвале сидят те, кого не запрашивают, о которых ничего вообще не известно Российской Федерации. Что ты сделаешь, когда Кирилл вернется? Буду плакать о чести? Мы много слышим историй о том, как парень пришел с войны, побыл дома и ушел обратно за ленту. Нет. Это в мои планы не входит. Ну, через мой труп. А будет мой труп, у меня дочка остается сиротой. Он точно никуда не пойдет. Он единственный опекун. Алло, доча, привет. Котов накормила, сходила? Двери хорошо закрыла? Одна ходила? С Женей? Молодцы, девочки. Умница. А, сладенько, много молодцев. Ну, ладно, давай, скоро будем. Опять заняты, выключу телефон. Потом вечером позвоню. Хорошо? Давай, тебя люблю. Давай, люблю, ты целый. Да, ты, что, сколько? Да. Что будет дальше? Не знаю. сейчас сложно, если раньше я могла планировать, что Вадим должен был как бы со своей девочкой, был план у них, как бы будущее, желание, мечты. В июне они должны были жениться, сына хотели родить, то сейчас я же не уверена, что будет завтра утром. То есть ты ложишься спать и ты не знаешь, проснешься ли вообще. Когда начали сейчас вот это обращение ко мне в дом три раза пытался какой-то мужчина войти. Два раза я была на работе, когда я домой приходила, дети мне сказали, мама говорит, какой-то мужчина нам дверь стучал и звонил долго. А я сказала, дверь никому не открывать. Ну, как бы правило у нас такое, что никому вообще знаком, не знаком, никому не открывать, если нету дома родителей. А последний раз было, я должна была идти на работу в два часа, а он приходил в 12 часов, я была одна. У меня были такие мысли через дверь спросить, с какой целью он ходит. И мысли у меня были такие, что возможно у него какая-то информация есть для меня. То, что я должна как бы услышать из уст в устал или в уши, да, чтобы я не была ни по телефону, чтобы это не было нигде замечено, зная то, что за мной следят, проверяют то, что я пишу, то, что я говорю. Ну, страх меня сковал так, что я не смогла ни подойти к двери и не спросить. И долго он звонил и стучал, и потом я вышла на другую сторону с балкона посмотреть, и да, я увидела того мужика с этим, с портфелем, а я не знаю, кто он, что он. Три раза он приходил, больше не было. Я одно молю каждый вечер, когда ложусь спать, говорю, господи, не останови мне сердце. Тяжело. у меня был момент такой, реально, вот это вот, то состояние, когда ты забываешь, что вокруг тебя есть. Коты, кастрюли, чайники, еда, дочь. Это вот тот момент, когда, наверное, я просто в крик кричала дома, говорила, поменяй меня с ним местами, поменяй. но главное, его верни. И тут открывается дверь, выходит дочь, и я первый раз в жизни увидела, когда ручьем текут слезы. И они текли, вот не капли, вот как мы обычно, они вот так вот у нее текли, у нее такие большие глаза, у нее вот такие вот струи, и я на нее смотрю, такая, ты чего? То есть, я тут сразу пришла в себя. ты чего? Она говорит, мама, а как же я? И вот мы с ней рыдали вместе. Я говорю, прости меня, Емелька, прости. Говорю, господи, не слушай меня, дуру, не слушай меня, что я несу такое? Мне надо жить для нее, для Кирилла. А так бы хотелось поменяться местами. Такие моменты, они очень реально откладываются в памяти, в душе, в сердце. И ты, дверь, ага, там дочь, все. Не сейчас, потом. Тебе страшно? Конечно. За девочек страшно, за себя страшно. Но, как мне говорят, ну, ты потеряла, сына, у тебя их еще четыре. Мол, молчи и за этих думай. А за Вагима кто будет думать? Правду искать, кто будет о нем? Кто подумает, если не я? Я не могу на одного просто молчать и закрывать глаза. А я знаю, что этим дома тепло, хорошо. А если он в плену? А если ему плохо? Покуда я жива и сердце мое бьется, я его буду искать. и ждать. И ведь за эту каждую слезунку они ответят. Потому что каждой кошке отольются мышкины слезы. Ты думаешь? Я уверена в этом. Я просто уверена. Я прошу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok